здравствуйте дорогие друзья как вы поживаете надеюсь что у вас все хорошо и добро пожаловать на мой канал и также добро пожаловать на просмотр нашего первого выпуска обучающих роликов английский по фильмам возможно вы уже знаете а если нет то сейчас узнайте что на этом канале мы не просто смотрим отрывки английских фильмов и слушаем их перевод но и учим английский используя как раз слова и фразы из просмотренных любимых фильмов и так ваше первое разминочное задание это угадайте следующий фильм ну конечно 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 это знаменитейший фильм джеймса кэмерона аватар сюжет наверняка вам известен поэтому давайте сразу перейдем к диалогам и так главный герой джейк находясь на безумно красивой планете пандора познакомился с девушкой нейтири спасший его от диких зверей сейчас мы разберем то что он ей сказал и выучим некоторые полезные слова и фразы из этого диалога и так начал он свое обращение к ней со словом блок блок что означает смотри блок это смотреть блок давайте скажем это вместе блок блок очень очень легко в английском языке также как и в русском есть такое понятие как повелительное наклонение то есть если вы хотите сказать кому-то чтобы он что-то сделал вы просто говорите сам глагол например смотреть это блок смотри по-английски тоже будет блок давайте скажем вместе смотри блок идти это гау гау скажите иди гау и конечно же беги это ран ран в этом фильме они все много бегают ходят и смотрят и так еще раз смотреть это блок идти или иди гау и беги это ран ран давайте поможем нашим героям оказавшихся в разных ситуациях скажите нашей главной героиня смотри иди правильно лук 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 скажите главному герою иди верно гау 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 в данной ситуации как вы видите ему лучше что делать бежать скажите ему беги джейк совершенно верно run run good хорошо это была такая себе разминочка сейчас посмотрим на остальное предложение и так он говорит ей полvoor笹 лук лук как мы уже знаем означает что смотри ай 15 ай это я ноуэта знать скажите я ай знать know Соответственно, I know означает Я знаю Я знаю Скажите I know Итак, он говорит Look, I know Что означает? Смотри Я знаю Давайте и мы с вами потренируемся это говорить Скажите Я знаю I know I know Ты по-английски это You You Скажите You Давайте попробуем сказать Ты знаешь You know You know Очень легко и просто You know Итак, мы уже поняли Look I know You Смотри Я знаю Ты Probably don't understand this Probably Наверное Наверное Скажите Probably Don't Это не Don't Это не Understand Понимать Понимать Знать По-английски Это Know А понимать Understand Ну и, конечно, слово This Это Это Вы уже догадались Что он сказал Давайте попробуем перевести это на русский Look I know You probably don't understand this Что означает? Смотри Я знаю Ты, наверное, не понимаешь этого Тренируемся дальше Помните, как сказать Понимать? Совершенно верно Understand Understand Скажите Understand Ты Это You You Как вам сказать Ты понимаешь You Understand You Understand Совершенно верно Дальше Ты Не понимаешь Как скажете Это По-английски? Напомню Что Не Это Don't Ты Не понимаешь Это You Don't Understand Помните, как сказать Наверное? Probably 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 Как вы скажете Ты, наверное, не понимаешь You Probably Don't Understand Ты, наверное, не понимаешь Помните, как по-английски Знать? No Давайте скажем Я знаю Я знаю Говорите вслух и громко Как сказать Я знаю это 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 This This Я знаю Это I Know This I Know This I Know This Как сказать Я понимаю Это Как вы скажете, ты понимаешь это? А как вам сказать, ты не понимаешь это? Теперь давайте скажем вот такое длинное предложение. Я знаю, ты, наверное, не понимаешь этого. Я знаю, ты, наверное, не понимаешь этого. Итак, все вместе давайте скажем это еще раз. I know you probably don't understand this. Very good. Очень хорошо. И Джейк добавляет. But a thank you. But это но. But. Давайте скажем. But. But. А это а. Thank you, конечно же, спасибо. Скажите, но, спасибо. But thank you. But thank you. Very, very good. Очень-очень хорошо. Very, very good. Сейчас давайте послушаем еще один диалог из этого фильма. Джейк идет следом за загадочной девушкой и хочет, чтобы она взяла его с собой. И так она говорит ему. You are like a baby. You are. Это сокращенная форма от you are. Ты есть, ты являешься. You are. Ты есть, ты являешься. Скажите, you are. Теперь скажите более короткий вариант. You are. You are. Как вы видите, еще you are может переводиться как ты являешься, ты находишься. Ну и, как я уже сказала, ты есть. Давайте скажем это еще раз. You are. Например, мы хотим сказать ты Джейк. По-английски это будет звучать как you are, Джейк. Или, если использовать сокращенную форму, будет you are, Джейк. You are, Джейк. Вы хотите сказать ты здесь. По-английски это будет так. You are here. Здесь это here. Here. Ты здесь это. You are here. Напомню, что вы можете говорить you are. Или вы можете говорить you are. Это одно и то же. Like a baby. Like это нравится. Или еще это переводится как. Like. Как. A baby это, конечно же, младенец. A baby. Like a baby. Как младенец. Вы уже догадались, что она ему сказала. You are like a baby. Все верно. Ты как младенец, сказала она ему. Ты как младенец. Давайте скажем это по-английски вслух. You are like a baby. Отлично. Excellent. Двигаемся дальше. Давайте потренируемся. Ты, ты есть, это you are. Сокращенно you are. You are. В английском языке очень часто используются сокращенные формы. Поэтому вы, пожалуйста, тоже тренируйтесь говорить сокращенную форму. Итак, ты, ты, ты есть, ты являешься это you are или you are. You are. Скажите, ты Катя? Все верно. You are Катя или you are Kate. You are Катя or you are Kate. Здесь это here. Here. Скажите вслух. Here. Как вы скажете по-английски? Ты здесь. You are here. You are here. Теперь скажите, используя сокращенную форму. Правильно. You are here. You are here. Я есть. Я являюсь. Я нахожусь. Это I am. I am. Если вы смотрели мои видео для начинающих, английский для начинающих, то вы уже это знаете. Я есть. Это I am. I am. Как вы скажете? Я Катя. То есть я являюсь Катей. Я есть Катя. Скажите, я здесь. Напомню, что здесь это here. Here. I am here. I am here. Теперь давайте попробуем сказать. Ты младенец. Напомню, что ты, ты являешься, это you are. А младенец вы, конечно же, знаете. Baby. A baby. Что у вас получилось? Должно было получиться. You are a baby. Ты младенец. You are a baby. You are a baby. Как. Как по-английски это like. 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 Давайте скажем. Ты как младенец. Сделаем кому-нибудь такой комплимент. Ты как младенец. Ты, ты есть, это you are. Как. Like. Младенец. A baby. Все вместе получается. You are like a baby. You are like a baby. Very good. Очень хорошо. Дальше Джейк говорит ей. I need your help. I need your help. Давайте разберем, что же он сказал. I, вы уже знаете, это я. Need это нуждаться. Нуждаться в чем-то. I need означает. Все верно. Я нуждаюсь. Мне нужно. Давайте скажем. Мне нужно. I need. Не забывайте говорить вслух и громко. Мне нужно это. I need. Your help. Это твоя помощь. Помощь. Помощь, это help. Help. Your, это твоя. Скажите. Your help. Что же означает его предложение? I need your help. Совершенно верно. Вы все правильно поняли. Он сказал. Он сказал. Мне нужна твоя помощь. I need your help. Давайте мы тоже попробуем сказать это с вами. Скажите. I need your help. Дальше. Давайте вспомним. Мне нужна по-английски это. I need. I need. Когда вы хотите сказать кому-то, что вам что-то нужно, вы будете использовать вот именно эту фразу. Мне нужна это. I need. I need. Помощь по-английски это. Help. 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 Как вы скажете? Мне нужна помощь. Совершенно верно. I need help. Скажите это еще раз и быстро. I need help. Рассерженная девушка отвечает ему. You should not be here. You это, как вы помните, ты. Should это должен. Should. Должен. You should означает ты должен. You should. Ты должен. You should. Ты должен. You should not, как вы, наверное, догадались, означает ты не должен. Обратите внимание, в русском языке мы говорим сначала ты, потом не, потом должен. В английском вы говорите you, ты, потом should, должен, а потом уже ставите не, not. You should not. Ты не должен. Скажите это вслух. You should not. Еще раз. You should not. Very good. Очень хорошо. Be это мегапопулярный, очень используемый английский глагол быть, существовать, находиться. Би. Here это здесь. Here здесь. Be here означает находиться здесь. Быть здесь. Находиться здесь. И так, что же она ему сказала? Попробуйте перевести. You should not be here. Все верно. Она сказала, ты не должен находиться здесь. Уверенно, у вас прекрасно получается. Двигаемся дальше. Давайте потренируемся. Попробуйте сказать я должен. Должен это should. Я это I. Получается I should. I should. Идти по-английски это. Это было у нас в самом начале нашего видеоролика. Идти. Гоу. Давайте скажем. Извините, я должен идти. Если вам нужно перед кем-то извиниться и сказать, что вам пора уходить, вы всегда можете использовать вот эту фразу. Извините, я должен идти. По-английски это будет как Sorry, I should go. Sorry, I should go. Скажите это еще раз. Sorry, I should go. Давайте представим, что вы общаетесь с кем-то на английском языке, и вам нужно извиниться и сказать, что вам пора. Как вы это скажете? Правильно. Вы скажете Sorry, I should go. Ты должен это? You should. Скажите, ты должен идти. You should go. You should go. Помните, как сказать быть? Конечно же, be. Be. Быть, находиться, существовать. Be. Попробуем сказать. Ты должен быть. You should be. You should be. You should be. Как вы скажете, ты должен быть здесь? Совершенно верно. You should be here. Ты должен быть здесь. You should be here. Попробуйте сказать, ты не должен быть здесь. Напомню, что не, not, ставится после слова должен, should. Should, not, не должен, should, not. Получается, you should not be here. You should not be here. Это именно то, что сказала Джейку прекрасная загадочная девушка. Ты не должен быть здесь, она сказала ему. You should not be here. Теперь вы сказали то же самое. Он говорит. Okay, take me with you. Okay, take me with you. Okay, всем, конечно же, понятно. Take – это брать. Как вы видите, здесь мы видим то же самое, что и в начале ролика. Повелительное наклонение. Он говорит ей. Take me. Что означает возьми меня. Просит ее, чтобы она что-то сделала. Take me. Возьми меня. With – это с. Обратите внимание на звук the. With. With. Скажите with. You – это ты. With you означает с собой. То есть возьми меня с тобой. С собой. Okay, take me with you. Хорошо, возьми меня с собой. Попросил он ее. Возьми меня с собой. Take me with you. Однако она ему отказывает. Она говорит no, go back. No, вы, конечно же, знаете, означает нет. Go. Помните, что это значит? Идти. Go, идти. Back означает назад. Назад. Скажите back. Back. Go back. Угадайте, что это значит? Уходи назад. No, go back. Нет, уходи назад. Okay, very good. Очень хорошо. Давайте посмотрим этот отрезок еще раз. Вы внимательно смотрите, внимательно слушайте. Let's watch again. Давайте посмотрим еще раз. А сейчас a short test, небольшой тест. Давайте посмотрим, насколько у вас получилось запомнить слова и фразы из этих небольших отрывков фильма Аватар. Выберите правильный вариант. Смотри. По-английски это go, look или run. Конечно же, look. Смотри, look. Надеюсь, вы угадали это слово. Идем дальше. Я знаю. I take, I run или I know. Правильный ответ. I know. Я знаю. I know. Мне нужна помощь. I take help. I need help. I need money. Конечно же, I need help. Мне нужна помощь. I need help. Ты должен идти. I should go, go back или you should go. И правильный вариант это you should go. Great job. Отличная работа. Great job. Если вам понравилось это видео, обязательно кликайте лайк. Давайте мне об этом знать. И подписывайтесь на мой канал. Subscribe. Подписывайтесь. Делитесь этим видео со своими друзьями. И ожидайте следующих выпусков увлекательных обучающих видеороликов. Кроме этого, если вы хотите узнавать первым о новых видео, обязательно заходите на мой сайт быстроenglish.com, подписывайтесь на рассылку, и вы всегда будете первым узнавать о последних новостях. Thank you very much for your attention. Спасибо большое за ваше внимание. И до скорой встречи. See you soon.